Добрый день! Здравствуйте! Добро пожаловать на канал экономических новостей ИнстаФорекс ТВ, студии мы Тахмина Соломова и Екатерина Недачина. Вы смотрите обзор валютного и товарного рынков за прошлую неделю. Как развивались события на валютных площадках? Курс японской иены вырос в пятницу до нового пика 2,5 лет к евро, также продемонстрировав рост и к доллару США. А что поддержало бычий настрой инвесторов по отношению к иене? Новое падение цен на нефть ударило по рынкам акций, спровоцировав спрос на безопасную валюту. Евро в пятницу упал до уровня 125,32 – минимум с июня 2013 года. В то же время доллар США снизился по итогам пятничных торгов до отметки 112,66, стремясь к минимуму 15 месяцев, достигнутому недели ранее. Доллар сумел вплотную приблизиться к уровню 115 иен во вторник, но не удержался в ралли, зафиксировав недельный спад на 88 пунктов. Кроме того, пара евро-доллар США завершила пятничную сессию на уровне 1,1131 после снижения до двухнедельного минимума 1,1071. За неделю европейская валюта потеряла 125 пунктов. Эксперты рынка предрекают евро новое падение, так как единая валюта сталкивается с политическим риском, экономическими проблемами и наплывом беженцев. Кроме того, фунт стерлингов оказался под давлением в пятницу после выхода неоднозначных экономических отчетов и неясной ситуации с членством Великобритании в Европейском Союзе. Пара GBPUSD достигла уровня 1,4405 по итогам прошлой недели, потеряв около 100 пунктов против доллара США. Фунт резко снизился во вторник, когда стало известно, что уровень инфляции в Великобритании сократился на 0,8%, вопреки ожиданиям снижения на 0,7%. Кроме того, в пятницу Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что в январе розничные продажи в стране увеличились на 2,3%, а не на 0,8%, как ожидали аналитики. Годовой показатель продаж также вырос выше ожиданий. Настроения в отношении фунта остаются пониженными на фоне неразрешенности вопроса условий членства Великобритании в Европейском Союзе. Это все движение котировок на валютном рынке. Спасибо за обзор валютных пар, Екатерина. Пожалуйста, Тахмина. А какие настроения преобладали у товарных инвесторов? Нефть снова дешевела, а вот золото росло в цене. И что же вызвало такие колебания? Падение нефти было спровоцировано недоверием инвесторов в отношении скоординированных действий производителей сырья, направленных на уменьшение перенасыщения рынка. За неделю фьючерсы Brent снизились на 1,04%, хотя в начале недели цены выросли на 14%, когда стало известно, что Саудовская Аравия и Россия договорились заморозить добычу сырья на январских уровнях. В то же время фьючерсам на североамериканскую нефть удалось и вовсе зарегистрировать недельный прирост, равный 0,67%, благодаря резкому скачку в начале недели. В пятницу на лондонской бирже нефти Brent с поставкой в апреле потеряла 3,7% своей стоимости, закрыв неделю на уровне 33,01 доллара за баррель. В Нью-Йорке контракты на нефть WTI с поставкой в марте подешевели на 3,67%, завершив неделю на уровне 29,64 доллара за баррель. В четверг Управление энергетической информации США сообщило, что за неделю запасы нефти в стране увеличились до рекордного максимума, усилив беспокойство по поводу переизбытка сырья. Тем временем цены на золото повысились в пятницу, демонстрируя рост в третью сессию подряд. Поддержку металлу оказались спекуляции по поводу сроков и темпов дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. На подразделении Комекс Нью-Йоркской товарной биржи февральские фьючерсы на золото укрепились на 0,37%, до уровня 1230 долларов 80 центов за тройскую унцию. Популярность безопасных активов снова возросла, поскольку возобновившийся спад цен на нефть и падение мировых рынков акций усилили обеспокоенность по поводу перспектив мировой экономики. В четверг золото выросло на 14,90 долларов на фоне публикации протоколов январьской встречи ФРС, которые показали, что руководство Центробанка обеспокоено ухудшением мировых финансовых условий. А это, в свою очередь, может изменить запланированный темп повышения процентной ставки в 2016 году. Всего доброго, до свидания. До свидания.